Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы расскажем, как вообще бизнес зарождался в голове еще с детских лет Я, например, в детстве обнаружил у себя в районе продажу чудесных ручек, которые стирают пасту Это было в первом классе И я купил партию этих ручек, наверное, штук 100 на сэкономленные деньги И продал своим одноклассникам втридорога Это мой был первый такой success story Удачный опыт предпринимательства У меня дома было, ну, родители покупали много аудиокассет, которые на магнитофоне И у меня была книжка с анекдотами Я брал микрофон, брал эти кассеты, записывал туда анекдоты, продавал соседям, ребятам эти кассеты С Кириллом увиделись и начали работать вместе на совместной сдаче сессий И как-то заладилось, потому что оба закончили и колледж, и наш бизнес-колледж при нархозе с красными дипломами Быстро и эффективно работали и подумали, почему же этот удачный опыт из университета не перенести в жизнь и в бизнес У каждого из нас очень хорошо прокачаны разные скиллы Ну, то есть кто-то может лучше, я не знаю, считать Кто-то хорошо готовит оливье Ну, да, да, примерно так Поэтому в каждой ситуации, в разных ситуациях, вернее, мы друг друга просто дополняем А если рассказать про первый опыт бизнеса, серьезный, то где-то 3,5 года назад мы съездили в Германию И нашли там прикольный такой сервис для бизнеса, это виртуальные секретари Мы привезли их сюда, и вот то, с чего мы начали, это именно продажа таких вот виртуальных секретарей в городе для малого-среднего бизнеса Было, в принципе, довольно успешно, но тяжело, потому что все новые технологии воспринимаются старым поколением штуки Но все равно мы смогли сделать этот бизнес плюсовым, и это было первой такой ступенькой в начале своей такой бизнес-карьеры С этим всем мы попали в такую бурную нишу стартапов и стали резидентами Технопарка Придумали классный телекоммуникационный сервис для сайтов знакомств Стали номинантами на премию Рунета, выиграли конкурс «Молодой предприниматель России» Все это произошло буквально за полтора года И параллельно мы начали заниматься тем, о чем мы сегодня вам расскажем Все это привело нас к вот этой кофейне Это уже восьмая кофейня «Перекати кофе», но она первая, самая большая Она на улице, и она теплая, классная, уютная Пойдемте зайдем в нее Мы гуляли по Киеву и увидели мобильную кофейню Для меня это было такое прям Вау, стой, ух ты, в машине, ооо Я там, ну, то есть бегал вокруг нее, смотрел, что как бы просто не там Не надо искать кофейню Ты идешь просто вот прямо на улице можешь выпить классный кофе Это, блин, здорово Я вспомнил, что у нас достаточно мало кофеен И что у нас много людей, которые любят кофе И было бы классно сделать так, чтобы любой человек, который идет по улице Мог просто вот не там искать куда-то, бегать по центральным улицам А именно просто идти, взять кофе и пойти дальше И, как бы, вот этот вот формат, любаясь к самому напитку Так как он очень такой волшебный, магический Там очень много всяких легенд и историй связанных кофе Очень древний Вот, и привел нас к тому, что мы стали этим заниматься Что можно сказать про перекати кофе? Мы растем, растем достаточно быстро сейчас Это не просто для того, чтобы поддерживать качество Потому что вы знаете, что любое масштабирование, оно ведет, ну, проблемы с качеством Но мы, в свою очередь, стараемся держать качество на необходимом уровне Для нас это критически важно, вот как раз За последние два месяца мы удвоились в размерах Это и бариста, это и открытые кофейни У нас уже сейчас 8 кофеен И к концу февраля мы планируем где-то порядка 12-15 новых кофеен открытых Как и такого формата, так и внутренних форматов внутри бизнес-центров и торговых центров Мы хотели видеть определенное настроение определенных людей Определенный формат, да Мы не хотели делать огромные какие-то заведения там Мы хотели, чтобы оно было маленьким, классным, уютным И всегда человек знал, что там, идя где-нибудь там по одной из улиц города Видит наш логотип, значит, это классный кофе, быстро и вкусно Нам нравится запускать, ну, сейчас на момент кофейни Ну, в новом интересном формате, который еще в городе не было Который мы сами придумываем, который мы сами проектируем Практически, может быть, мы сами иногда даже все делаем Приятный такой момент, ты когда видишь, что вот это было в моей голове, в наших головах А потом раз, и вот оно стоит, реализованное руками И людям это нравится, это прям, ну, наркотик такой, да Ты прям получаешь такой приятный, приятное ощущение А в целом, просто, на самом деле, план такой у нас большой Это делать продукты, неважно, это там, в кофейной индустрии, да И там, в IT-индустрии, в другом, которые нам нравятся и нравятся другим людям Это основное И при этом они еще, естественно, должны нести экономический эффект То есть не без этого, конечно Но когда мы что-то создаем, первое, что должно быть решено Это именно то, что проект нравился нам Если он не нравится, но он прибыльный, мы его делать не будем Это вот такое у нас есть правило Ты делаешь продукт, он нравится, деньги, это третье Это физическое выражение этого, да Если ты сделал то, что нравится, тебе всегда принесут и заплатят за это То есть познание новых границ во всех направлениях вообще Вот это вот доставляет удовольствие Прикатик 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 Прикатик